Конечно, для меня фитнес-бикини – это как что-то новое, интересное. Я думаю, что в этом году я этого делать не буду. Обустраивать свое гнездышко – это очень-очень приятное занятие. Ну что, рум-тур? Да, со мной такое тоже было. Было так приятно слышать эти слова от него, потому что, зная Антона, он всегда говорит правду. Тогда еще было очень мало информации про то, что девушки могут ходить в тренажерный зал и что-то себе там как-то изменить и накачать. Очень мало. Но уже начали появляться такие уникумы, и у меня появилась надежда на то, что я могу что-то себя исправить. Я очень комплексовала по поводу того, что я была очень худая. Я одевала вещи, которые были такие балахонистые, как мешок, для того, чтобы скрыть вот эту вот плоскую попу. И когда я узнала о том, что есть такие девчонки, которые вроде как пошли в зал и что-то себе как-то накачали, у меня появилась надежда на то, что я могу тоже. Ну что, у меня сегодня тренировка ягодичная. Мы находимся в клубе Powerhouse Gym. Ничего умного говорить сегодня не буду. Тренировка по расписанию, поэтому пойдемте. Сегодня я начинаю с изоляции, но вообще свою тренировочную программу я выставляю так, что бывает в начале тренировки делаю базовые упражнения. Первый подход я сделала с небольшим весом для того, чтобы разогреться. Хочу обратить ваше внимание, что я не делаю акцент на пятку. Я выжимаю платформу всей стопой. Потому это упражнение и называется ягодичным жимом. Я выжимаю не ногами, выжимаю ягодицами. Да, когда ниже опускаешь, амплитуда уже становится не ягодичной. Это первый момент. Второй момент. Такое происходит, когда... Мне немножко неудобно из микрофона. Когда таз вот так подкрутили вперед. В таком случае тоже начинают работать ноги. Для того, чтобы включались ягодицы, я изначально немножко прогибаюсь в поясничке. Натягивая ягодицы. Мы всегда мечтали о своем загородном доме. И в этом году я поняла, что пора. Пора, хватит мечтать, надо действовать. Мы начали ездить искать подходящее для себя место. И когда заехали и посмотрели дом по заповеднике, поселок, в котором мы сейчас с вами гуляем. Мы поняли, что это именно то место, в котором мы хотим жить. Потому что здесь очень красивая природа. Рядом лес расположен. И при этом развита инфраструктура. Догоню, догоню, догоню. Догоню, догоню, догоню. Ты куда? Опа! Пал! Пал! Поселок находится в 30 минутах от центра города. Что очень удобно, потому что у меня Саша работает как раз таки в центре. Мне еще удобнее, потому что у меня работа удаленная. И меня это вообще никак не напрягает. И работать из такого прекрасного места гораздо приятнее, чем сидеть в квартире в четырех стенах. В этот дом мы заехали относительно недавно. Это произошло в августе. И сейчас мы продолжаем его обустраивать. И пока это делаем постепенно. Но на самом деле с удовольствием. Потому что обустраивать свое гнездышко это очень-очень приятное занятие. Сегодняшняя тренировка у меня начинается с изоляцией. Я это делаю специально для того, чтобы лучше включать ягодицы в базовых упражнениях. Я как бы устанавливаю связь с ягодицами. И дальше уже с хорошей, хорошо налаженной нейронно-мышечной связью я иду на базовое упражнение. Когда вы выполняете с наклоном на спинку тренажера, у вас, остав в комфортном положении, при этом вы можете точно так же, ничуть не хуже, проработать свои ягодицы. Но для того, чтобы они хорошо у вас включались, вы должны сами их сокращать. То есть обратите внимание, я сейчас буду делать второй подход. Перед тем, как разводить стороны ноги, я сокращаю ягодицы. Когда я начала заниматься своим телом, когда я погрузилась в спорт, в фитнес, мое мировоззрение стало меняться. И я стала увереннее в себе и поняла, что я могу. И больше того, я поняла, что мне даже нравится, когда люди на меня смотрят и когда они восхищаются тем, чего я добилась. Мне очень нравится сцена, мне нравится выступать. Я хочу идти дальше, но выступать дальше в моделях мне уже неинтересно. Плюс еще в последний раз, когда я выходила в моделях, мне очень сильно пришлось сжимать свое тело, свою форму. И мне было просто некомфортно в таком худом теле. Я поняла, что я хочу больше мышц. А это уже не модель. Ну что, рум-тур? Погнали! Это наша большая кухня-гостиная. Но скоро вот в этой стенке будет кухня. Мы очень ждали кухню к Новому году. Здесь у нас будет выход на террасу. Выход уже есть, а террасы пока нет. Но летом обязательно она появится. Я думаю, что будет очень приятно либо утром выйти с чашечкой кофе, попить на природе, подышать свежим воздухом, либо вечером посидеть перед сном. Эта комната в будущем будет наша спальня. Пока это просто, наверное, кладовая, либо какой-то большой шкаф. Здесь, кстати, стоят мои кубки. Все поместились плотненько на этом подоконнике. Подоконник пока выдерживает. Здесь, кстати, хотим сделать панорамное окно в будущем. Здесь будет стоять кровать большая. И я хочу утром просыпаться, подходить вот так вот в стороны шторы и наблюдать свой сад. Здесь комната буллерная. Тоже, можно сказать, пока это кладовая. Но в будущем мы хотим сделать здесь шкаф. Оборудовать все и сделать шкаф. Кардерог. Пойдем дальше. Показываю вам все, как есть. Та-дам! Здесь пока у нас временно располагается кухня. Но в будущем это будет детская. Здесь будет комната святика. Уже скоро мы отсюда увезем вот это вот. Потому что у нас появится нормальная кухня. И можно будет эту комнату детскую уже полноценно оборудовать под святика. Купить ему кровать. Наконец-то он переедет, будет спать на своей кроватке. В общем, мы этого очень ждем. Пойдем дальше. Комната, туалет, ванна. Пока показывать тут тоже нечего. Будете знать, как она у нас выглядит. И последняя комната. Саша называет эту комнату чильная. Потому что мы здесь отдыхаем. Здесь у нас диван. Здесь у нас проектор. И можно сказать, что это наш домашний кинотеатр. А может быть, в эту комнату в будущем мы сделаем еще одну детскую для уже нашей будущей дочки. Для меня очень важно мое состояние. Состояние гармонии. И оно достигается тогда, когда есть баланс всех жизненных сфер. Поэтому я всегда стремлюсь к тому, чтобы не уходить с головой в какое-то дело. И меня очень часто заносит. Я карьеристка. Я очень много люблю работать. И когда я ухожу в работу, я замечаю за собой, что я начинаю выгорать. У меня нет сил. У меня нет вдохновения. В том числе моя работоспособность тоже начинает падать. Поэтому я взяла за правило, что как только я замечаю, что я слишком много работаю или слишком усердно тренируюсь, слишком погружаюсь в соревновательную деятельность, я немножко себя торможу. Когда ты получаешь медаль, кубок, это счастье, оно на самом деле минутное. После этого не происходит каких-то серьезных изменений. И поэтому для меня счастье – это когда ребенок счастлив, когда я уделяю внимание ребенку, когда я хорошо выгляжу, когда у меня все в порядке со здоровьем. То есть спорт – это тоже для меня важно. И уходить полностью с головой в материнство я никогда не стану тоже. Хорошее отношение с мужем, когда у вас взаимопонимание, взаимовыручка. Все в порядке дома, в быту. И дома находиться комфортно, спокойно. Это для меня счастье. Баланс. Знаешь, почему я выступала в моделях раньше? У меня была такая идея, что я почти не готовясь к соревнованиям, почти не готовясь и сильно к соревнованиям. Вот такая я в жизни, с такой формой. И буквально немножко там, две недельки я подержу питание, чуть пожестче, чем обычно. И вот я в таком теле выхожу. То есть я в этом теле всегда. Эта идея была для того, чтобы показать своим клиентам, своим подписчикам, что они могут так же выглядеть, как фит-модель в жизни. Так, а я сейчас буду делать норвую тягу с гантелями. Я обычно всегда использую лямки в таких упражнениях, для того, чтобы не отвлекаться на то, как у меня устают руки, чтобы максимально концентрироваться на работу ягодиц. Так, я думаю, что я сначала возьму небольшой вес. Потом немножко добавлю. Меня часто спрашиваете о том, сколько же нужно раз в неделю тренировать ягодицы. Между тренировками на ягодицы у вас должно быть 3-4 дня отдыха. Не нужно тренировать их каждый день. Нужно давать время на восстановление мышц. Просто некоторые девчонки спрашивают, а можно я еще дома поделаю тренировку? Поверьте, что от этого они быстрее не вырастут. Вы должны приходить здесь, хорошо выкладываться, оставлять все последние силы здесь в зале, а затем хорошенечко отдыхать, для того, чтобы у вас происходила гипертрофия и мышцы прогрессировали. Когда я стала абсолютно чемпионкой России, для меня это был шок. Потому что я думала, что будет круто попасть в топ-6. Я знала, кто там будет выходить в моей ростовой категории. Но, с другой стороны, мне было очень интересно, что я являюсь участником таких соревнований, и я буду стоять на сцене с такими крутыми, красивыми девчонками. И я вообще не ожидала, что я тогда стану первой. Вообще не ожидала. Для меня это был шок. Да, бывает непросто. Непросто совмещать материнство, особенно декрет, когда ребенок еще не ходит в сад, и он полностью на тебе. Порой мне было очень тяжело совмещать подготовку именно. Если бы я просто занималась для себя в удовольствии, а то, может быть, у меня не было бы каких-то сложностей. Но, когда ты готовишься к соревнованиям, это само по себе занятие такое нервное, напряженное, потому что ты хочешь показать максимальный результат. И так как я человек-перфекционист, мне нужно сделать все максимально идеально, классно и так далее, я очень заморачиваюсь порой, очень переживаю, когда у меня не получается идеально, когда мне нужно было 5 тренировок сделать в неделю, а у меня там получилось вообще 3 тренировки, или когда мне нужно было сделать кардио после тренировки, а у меня не получилось сделать кардио. Когда я стала мамой, я очень изменилась. Моя жизнь вообще в целом поменялась. И когда я еще ходила беременна, и мне многие подписчицы писали, ой, это просто другая жизнь. И я тогда не понимала. Мне кажется, вообще невозможно понять, пока ты сам не станешь родителем. Я поняла, что нужно в балансе жить. Потому что жизнь до, это было постоянное напряжение, постоянная гонка за какими-то новыми целями. Одну цель закончила, закрыла, пошла дальше, какую-то цель себе ставить. Я на самом деле от этого очень уставала. Я считаю, точнее я поняла, когда я родила, что это неэффективно. Намного эффективнее, когда ты все-таки успеваешь отдыхать, расслабляться, уделяешь свое внимание, свои силы еще и другим сферам. Тогда ты совершенно в другом состоянии находишься. Твоя энергетика совершенно другая. Люди это видят, они чувствуют. И, соответственно, у тебя все получается намного круче, чем если ты делаешь из последних сил. Я ищу место, где бы нам с вами упасть, чтобы сделать ягодичный мостик. Кстати, ягодичный мостик это одно из моих любимых упражнений. Одно из первых упражнений, в котором я начала чувствовать свои ягодицы. А вот, кстати, штангу закинуть это уже не так-то просто. Сделаем вот так. Вообще, можно выполнять это упражнение в тренажере Смита. Будет гораздо легче в плане того, чтобы закинуть на себя штангу, потому что там есть замки удерживающие. Но мне не нравится делать Смити, потому что там заданная траектория движения. Это во-первых. А во-вторых, не во всех Смитах можно выполнять в хорошей амплитуде, потому что там стоят блокирующие замки, и они иногда мешают. Можно, конечно, поставить степ-платформу под ноги, чуть больше сделать амплитуду, но все равно вот со штангой с свободным весом выполнять гораздо лучше. По моим ощущениям, можно либо попросить кого-то, чтобы вам помогли, либо есть блины более большие. Тогда можно будет легко подлазить, потому что эта идея правда пришла из ниоткуда. Я не думала об этом, я не готовилась к соревнованиям. Мне просто пришла идея о том, чтобы выйти в таком образе. Во-первых, для меня было важно оставить о себе впечатление. Вообще покрасить волосы в красные, это было очень рискованно. И меня отговаривали, мне говорили, что так делать не надо, лучше покрасить в черный, стань брюнеткой или блондинкой, но красный это вообще что-то нет. И я тоже боялась, что мне не пойдет. Но я решила, что нет. Раз мне пришла такая идея, я должна делать один в один прям так, чтобы у людей прям не было даже сомнений, что это Джехика Рэббит вышло. Мой переход в бикини, думаю, что он связан с знакомством с Антоном Владимировичем Муштановым. Я думала об этом, но сомневалась. Когда мы пообщались с Антоном, он сказал, что у меня есть все для того, чтобы быть в топе, в мировом топе, что я особенная правда. И если мы будем с ним в коннекте работать, то мы можем сделать потрясающую форму. И все будет, в общем-то, круто. Мне было так приятно слышать эти слова от него, потому что, зная Антона, он всегда говорит правду, как он думает. Он никогда не будет придумывать, приукрашать и льстить. И поэтому эти слова для меня были... Они меня очень вдохновили. Я поняла, что надо, надо идти дальше. Надо побеждать. Во-первых, с ним я поняла, какой должна быть бикини. Он мне четко собрал этот образ бикини, идеальный бикини, какой она должна быть. У меня этих представлений не было. Я понимала, что мне нужно мышц набрать, но как это должно выглядеть? Он сказал, что нужно мне сделать конкретно для того, чтобы стать такой. Антон очень меня поддерживал. И это очень-очень важно для меня. Хотя я уже самостоятельный спортсмен, и я и сама достаточно замотивирована, но когда ты все-таки готовишься к соревнованиям, я думаю, что это важно. Во-первых, оценка твоей формы, объективная со стороны, взгляд со стороны. Во-вторых, это поддержка и вера тренера. Он верит в меня больше, чем я сама. Правда. Наверное, мне именно этого и не хватало раньше, потому что я всегда была сама. Изначально я планировала еще раньше привести себя в порядок. Я думала, что вот я рожу осенью, и вот уже весной, то есть спустя меньше, чем полгода, я выйду на сцену, чтобы показать всем, как я быстро умею, как смогла восстановиться. Но когда я, во-первых, я не думала, что я так растеряю форму, так получилось, потому что был очень сложный период в жизни, карантин, самоизоляция. В финансовом плане нам было очень тяжело, а тут еще я такая беременная. В общем, я просто заедала этот стресс. Да, со мной такое тоже было. Я это прошла, и вообще считаю, что ошибки свойственны всем. Не нужно себя за это как-то гнобить, ругать. Нужно просто делать выводы, брать себя в руки и действовать. Когда я заняла второе место в фитмоделях в 22-м году весной, я немножко расстроилась, честно. Обидно, наверное, потому что, когда ты уже становишься первой, потом сложнее принимать другие места. Хотя я понимала, что спустя с того времени, с 19-го года, я уже успела забеременеть, растерять форму, потом мне пришлось восстанавливать свою форму. То есть прошло очень много времени и очень много событий с тех пор. И я не должна как-то зацикливаться на той своей победе и думать, что теперь везде мне будут давать первое место. Я пересматривала видео, пересматривала фотографии с чемпионата. всегда это делала для того, чтобы понять свои ошибки, для того, чтобы потом над ними поработать. Я поняла, что в целом, как бы, во всем нужно работать дальше. Я вот после этих гормональных препаратов очень сильно начала быстро набирать. Это была 19-я неделя, то есть где-то середина беременности. И где-то вот уже когда был третий триместр, я уже поняла, что ну я очень так нормально так набрала. И это не только лишь там лялечка, животик, это действительно еще и лишние килограммы, которые после того, как я выйду из роддома, остаются со мной, и с которыми нужно будет работать. Но я себе сразу дала такую установку, что как только я выхожу из роддома, я начинаю снова следить за питанием. И по возможности, как только мне можно будет, я пойду и начну тренироваться в зале. И на самом деле все очень просто, элементарно. Наладь свое питание, начни больше двигаться, и вот тебе и восстановление, и похудение. Тут просто нужно себя взять в руки и сказать, что все, стоп, хватит. Я так больше не буду, я хочу изменений. Я хочу жить лучше жизнью и хочу быть в лучшей версии себя. Конечно, для меня фитнес-бикини это как что-то новое, интересное, увлекательное новое путешествие. Фитмодель это уже пройденный этап. Сейчас я готовлюсь на весну. Я полечу на Сибириан Пауэршоу. Там будет очень много сильных спортсменок. Это тоже очень интересно, это меня закаляет. Я пока не думала о том, что бы я загадала на Новый год, но я люблю такое, поэтому я обязательно подумаю, чего бы я хотела. Но, знаешь, вот раньше я писала всегда себе планы на год. Прямо на листочке, либо в заметках телефона я писала себе, там, сделать это, купить это, там, и так далее. Я думаю, что в этом году я этого делать не буду. Я буду просто жить. Я знаю, куда я иду, какие у меня есть еще мечты, планы, но я буду просто по желанию себя каждый раз спрашивать, а готова ли я сейчас, а хочу ли я сейчас этого. И вот как-то, в общем, по течению плыть, что там как. Самое главное для меня это не заморачиваться. Вот я себе пожелаю. Быть проще и не заморачиваться. У тебя, сейчас просто скажу, как будто бы себе говорю, у тебя все и так классно получается, будь собой, не заморачивайся, и все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!